Артём Колесников, член большой многодетной семьи, родился вполне здоровым малышом. Но после сделанной в месяц прививки и несвоевременно оказанной медицинской помощи, у мальчика произошло кровоизлияние в мозг. Свои четыре года Тёма всё понимает, но ходить и разговаривать пока ещё не может. На руках у брата, Влада, чувствует себя уверенно, с ним изучает картинки, с ним укладывается спать, а Влад может и песенку спеть, и покормить. В большой семье Колесниковых так уж повелось, ведь у них семья, состоящая из семи букв «Я». Очень люблю свою семью, хоть она и большая, люблю всех, особенно Артёмушку. Добрая, хорошая, справедливая, никогда не останутся позади, всегда помогут, дружная. Люблю всех. Гостям семья Колесниковых всегда рада, тем более, что в канун Рождества пришли не просто гости, а друзья. Верны, поддерживающие на протяжении всего времени словом и делом и материально. Ведь на дорогостоящие операции и реабилитацию средства нужны немалые. А детей в семье пятеро, и а дети накормить, и побаловать хочется всех. Фрукты, конфеты и другие приятные сюрпризы. От коллектива общества с ограниченной ответственностью «Лагуна» на Рождество весьма кстати. «В семье Колесниковых мы уже четвертый раз. Мы с ними очень тесно сотрудничаем. У нас на рынке ящички по сбору денег. У них пять детей, один из мальчиков инвалид. Поэтому очень хочется им помочь, поддержать. Я хочу всех жителей нашего прекрасного города поздравить с наступившим Новым годом, Рождеством. Пожелать всем крепкого здоровья, чтобы все плохое осталось в 2015 году, и все самое лучшее перешло в 2016. Чтобы все мечты, которые вы задумали, сбылись. Я желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра, а нашему городу процветанию». «Мы очень благодарны Марине Николаевне Житюневой. Она никогда нас не забывает. Она всегда и с праздниками поздравит, и с днем рождения деток помнит, и подарочки. Ну и, конечно, Наталья Емельяновна Ельницкая. Это тоже женщина с большой буквы, человек с большой буквы, потому что она и акции проходит, проводит, и подарки тоже нам дарит, и деток не забывает. Причем не только об Артемке, но всех помнят, всех поздравляют, всем подарочки, никого не обделяют. Очень благодарна». Вы с такой теплотой говорите, такие аж глаза светятся. Наверное, тяжело было бы без таких людей? Тяжело, особенно в самом начале нашего пути с Артемкой. Наверное, если бы нас не поддержали, кто знает, как бы сложилась у нас ситуация. Но мы очень благодарны и Марине Николаевне, и Наталье Емельяновне, и еще очень благодарны нашей церкви свято-рождественской. Не оставляют без внимания многодетные семьи, и наше государство в канун Нового года Колесниковы получили подарок, о котором мечтали уже не один год. «Мы получили 29 декабря, вот накануне Нового года, ключи к новую квартиру». Какой? Вот тоже, благодаря, наверное, добрым людям, специально для нашей семьи, соединили двухкомнатную и трехкомнатную квартиру в одну, на первом этаже. И вот мы получили от нее квартиру. Теперь у вас хоромы. Теперь у нас хоромы, да, у каждого по комнате. Я вижу, уже и мебель прикупаете потихонечку, надо что-то красоту навести. Да, потихонечку, да. Самое первое, что мы купили, это большой стол, чтобы могла сесть вся семья. Потому что здесь у нас столик маленький, и в три захода, честно говоря, уже хочется вот одной семьей сесть, поведать, поужинать. В областном центре еще немало детей, которым нужна помощь и милосердие. Иоанн Златоуст сказал, милосердие поистине великая вещь, это дар Господа. А потому такие женщины, как Наталья Ильницкая, Марина Житинева, тысячи мам, членов Белорусского союза женщин, имея возможность, помогают детям, родителям, старикам и одиноким, потому что так велит им душа. Как мне кажется, что самое главное в нашей жизни – это любовь. Есть такое вот хорошее выражение, что «испортила судьба, то исправит любовь». И вот, наверное, в нашей семье, если бы не было любви, было бы, наверное, просто. А так вот, несмотря на то, что вот, как бы вот судьба немножко напортила, но мы счастливы, мы счастливы, несмотря ни на что. Поэтому хотелось бы пожелать побольше любви. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.